Я как раз, в общем-то, я, наверное, продолжу и, может быть, затрону некоторые стороны того, что связано с созданием нормальной системы популяционных регистров и возможности участия в международных программах, потому что эта проблема сложная. Ну вот, еще раз показываю из последнего издания «Рак на пяти континентах», как представлено распределение раковых регистров на сегодняшний день в мире. Значит, фиолетовый – это полностью страна, как бы представлено, то есть сбор информации и обобщение идет данных. Голубовато-синеватый тон – это там, где в стране несколько регистров. Зеленое – это только один регистр. Ну, это, видите, как это Россия и это север и юг Африки. Ну, есть еще пятна белые, где вообще не существует на сегодняшний день никакой официальной структуры, которая могла бы представлять этот анализ. Ну, давайте смотреть дальше. Значит, что по Санкт-Петербургу? Значит, нас ругают и в ту, и в другую сторону. Одни говорят, что у вас очень высокий уровень заболеваемости, и в Петербург нельзя вообще ехать, потому что здесь ужасное состояние с онкологией. Другие говорят, у вас очень низкий уровень заболеваемости. Вот, и вместе с тем, обратите внимание, что сравнение, конечно, должно проводиться не по грубым показателям. Вот грубый показатель у нас в этом году превысил вообще 500 на 100 тысяч населения. Это если на оба пола. Вот. А если постандартизовано, мужчины у нас на 324-м месте в мире, а женщины у нас 315-м. То есть крайне низкий уровень. Есть, безусловно, недоучет какого-то числа случаев износительного, что подтверждается таким показателем, как индекс достоверности учета. Вот как, в принципе, выглядят мужчины на фоне мировых стандартизованных показателей заболеваемости. Ну, так выглядят женщины. Ну, так как в названии у нас школа онкологов, то в сентябре, я вот показываю, вот в этом, в Репинском парк-отеле было проведено Всемирной организацией здравоохранения МАИРом с участием, естественно, активным нашего института, школа онкологов. Именно по этому поводу она и проводилась. Для того, чтобы вместо одной точки на карте все-таки у нас появилось какое-то большее количество. Вот эти две картинки последние, они в нашем последнем издании экспресс-информации по северо-западу, что желающие могут получить, если они подъедут в институт. Вот только что мы сделали. Это вот как раз ведение школы онкологов. И здесь некоторых наших коллег можно даже узнать. Значит, что мы выяснили до начала работы? До начала работы нужно было понять вообще, с чем мы имеем дело в стране. И выяснили, что оказывается 20 территорий страны не имеют доступа к базе данных умерших. То есть фактически невозможно нормально ввести раковый регистр, отмечать дату и причину смерти больного. 50% раковых регистров страны не имели руководителя. Ну, то есть не имели непосредственно человек, который бы отвечал именно за популяционный раковый регистр. Потому что всегда кто-то или руководитель оргметод отдела или заместитель главного врача, конечно, вел это. 90% не имели патологоанатома в своей структуре. Что я имею в виду? Значит, патологоанатом, обязанности которого должны быть первое, конечно, кодировать международные коды. На сегодняшний день, но все равно это МКБО-2. И второе, самое главное, он должен контролировать всю систему на своей территории, качество гистологических заключений, смотреть все, что связано с посмертно учтенными и проводить огромнейшую работу. И на меня даже вот сейчас в Минске, когда я это докладывал, обиделся Хасанов, говорит, у нас хороший патологоанатом, но он диспансерия. Это совсем другая сторона. А диспансер все-таки это как бы отраслевое, что это отрасль онкологическая, и заведующий соответствующим отделом не имеет права, наверное, кому-то что-то определять, как работать, что работать и прочее. А вот для регистра это должно быть обязательно. И дефицит кадров. Самая главная наша проблема – это то, что огромное количество раковых регистров не имеют достаточного количества, и не только количества, но в какой-то мере, естественно, это отражается и на качестве всей остальной работы. Вот только что наш директор был в Норвегии. Там норвежский раговый регистр, население 5 миллионов, 160 сотрудников, два отдельных здания, тщательнейший поиск. Но есть одна маленькая деталь. У них нет системы организации онкологической помощи. А мы все-таки опираемся. Мы все-таки опираемся на систему. Это очень важная сторона жизни. На районах онкологов. Правда, районы онкологи, опять же, даже в крупных городах, не везде существуют в районе, и не могут обеспечить нормальную работу. И подавляющее число регистров, собственно, ограничивается представлением государственной отчетности. Ну, вот здесь я написал за некоторым исключением. Ну, есть такие исключения, но это как раз кандидаты в следующий том, рак на пяти континентах, с которыми мы вот после сентября провели огромную работу. И я надеюсь, что в следующем издании появится минимум три территории северо-запада. Понятно, Самарская, Краснодарский край на очереди, Смоленская область и Челябинск мы вот дорабатываем. Но окончательное решение все равно будет принимать МАИР, Международная ассоциация раковых регистров в том числе. Значит, вот я вам говорил об индексе достоверности учета. Дело в том, что индекс достоверности учета это отношение умерших к заболевшим не может быть выше единицы, не может быть больше умерших, чем заболевших. Но есть локализации с высоким уровнем летальности, где проблема не только у нас. Это можно посмотреть и по мировым сводкам, где по раку печени умерших больше, чем заболевших. Там есть специфика еще, где это метастазы и прочее. Проблем огромное количество. У нас 76 территорий имеют выше единицы по раку печени, 15 по раку легкого, 9 по раку желудка. Но даже те, кто имеет меньше, как вы понимаете, там 95%, это, наверное, тоже не совсем то, с чем можно работать. Теперь вот то, что касается МКБО. МКБО-3. Сейчас в институте мы заканчиваем перевод на русский язык, но дальше это будет представлено в Минздрав, а потом приказом это будет определено. Там, конечно, главный элемент это изменение, вернее, развитие кодов по опухолям мозга и системным новообразованиям. И многие, я знаю, патологоанатомы, они пользуются английским вариантом и ставят эти диагнозы в отдельных специальных исследованиях. Но так, наверное, не должно быть. Должна быть четко единая система. Ну вот, больное место, что распределение больных по стадиям не соответствует. Оно действительно не соответствует, потому что официально у нас, как бы, в стране 50% больных выявляется с первой и второй стадии. Это официальная цифра. По некоторым территориям до 60%. Значит, мы провели специальные обследования, вот и вместе с Самарой наши учреждения городские и научные, и клинические обратились с вопросом, как вы считаете, какова должна быть пятилетняя выживаемость у больных, выявленных с первой стадии? Ну, по всем, видимо, законам экономики, значит, обобщение у нас такое, что по первой стадии должно быть не менее 90%, больных пятилетней выживаемости, потому что по 2% может быть каждый год гибель от других причин, вот, и 80% со второй. Вот мы видим, допустим, по Петербургу первая стадия 80%, по Архангельской области первая стадия 70%, это реально то, что на выходе идет. Пожалуйста, по Карелии тоже 70%, по мужчинам, по Коми еще ниже, показатель 65%, Мурманская область тоже практически 65%, ну, Псковская 90%. И вот Самарская область здесь тоже 65%, но я хотел бы обратить внимание еще вот на что, что я говорил, что Самарская область, с моей точки зрения, это территория, где очень качественно идет работа, полностью обеспечены штатами, и работа идет на высочайшем профессиональном уровне. Но, когда тщательно выбираются все умершие, то наверх подается показатель хуже, чем те, кто ничего не делает. Это тоже надо понимать. Поэтому и по другим территориям, если очень тщательно выявлять каждого погибшего, то показатели намного скромнее, чем это хотелось бы видеть Минздраву. Вот. Следующая небольшая серия. Я просто хочу показать, что на самом деле происходит по разным локализациям. Вот по языку у нас выживаемость пятилетняя, одна из худших. Да, прежде всего я хочу сказать, что средний уровень, вернее, общий уровень выживаемости, если на круг, на все локализации, он по Петербургу, по крайней мере, и по некоторым территориям, с которыми мы работаем, очень близок к среднеевропейскому. Но по отдельным локализациям, вот по языку у нас мы на дне. У нас самый худший среди всех европейских территорий. Теперь гортоноглотка. То же самое. Показатель очень низкий по выживаемости. По пищеводу. Ну, вы сами видите, что здесь не до первых стадий. По желудку тоже мы видим, вот первые стадии, где-то 70%. Самые, конечно, драматические дела – это пора к печени. Пора к печени практически не бывает вообще ни первой, ни второй, ни третьей стадии. Все идет на дно в первый год. Точно так же и по поджелудочной железе. Но понятно, что это локализации особого свойства, и поэтому не надо заниматься обманом. Вместе с тем, вот в позапрошлом году одна из территорий подавала данные, что они по раку печени, это можно посмотреть в тех изданиях, которые вы издаете, 65% выявлено в ранней стадии. 65% в ранней стадии. Но, с другой стороны, рак печени, как и поджелудочной железе, это достаточно редкая локализация, поэтому она, как говорится, на общий фон не влияет. Но вместе с тем, обратите внимание, вот по молочной железе вполне нормальная ситуация, по шейке матки вполне нормальная ситуация, по телу матки, по яичникам, хотя по вторая стадия, наверное, по яичникам, это уже 40% гибели 5 лет. По предстательной железе выживаемость в первой стадии у нас 100%. Это реальные величины, то, что мы реально получили. Но, вместе с тем, опять я вернусь к тому обзору, который мы провели с клиницистами. Как вы считаете, какова должна быть выживаемость больных в первой стадии по раку предстательной железы? И вот один из наших коллег, который написал, ну, у нас были подстрочники, что имею высшую категорию и считаю, что по первой стадии по предстательной железе выживаемость должна быть 35%, а по второй 25%. То есть, это говорит о том, что вообще, наверное, клиническое общество далеко не всегда представляет, что такое выживаемость, что такое пятилетняя выживаемость, тем более, что мы, конечно, пропагандируем не наблюдаемую, а относительную. И вернусь просто к экспресс-информации, которую мы издали, там целая серия у нас территорий теперь появилась, и там есть и наблюдаемая, и относительная выживаемость, так как это положено по мировым стандартам. Здесь просто у меня нет возможности вам все показать. Ну, это я как раз вам все уже говорил. Ну, и может быть, почти в заключении я хочу обратить внимание на этот слайд. Я много говорил вещей, как бы, не очень приятных. Вот, хотя, говорят, все лекарства горькие, да, как правило, если есть какой-то эффект. Но вместе с тем обратите внимание, что при всем том, что у нас вот много плохо-плохо, выживаемость в первой, вернее, однолетняя, пятилетняя и десятилетняя идут в нормальном направлении. То есть, у нас надо еще смотреть не каков уровень выживаемости, но его направление. Поэтому все то, что делается в стране и в диагностике, и в лечебных самых разнообразных схемах, оно соответствует тому, что вы видите. То есть, идет процесс положительный, но его нужно еще улучшить максимально, насколько возможно. Ну, здесь показана вот выживаемость по Еврокар-4, Европа, а Нижняя, это Россия, Санкт-Петербург. Это по С-18, выживаемость. Вот здесь только Европа, средние показатели. Вот это у нас меланома кожи. Видите, у мужчин мы на последнем месте в Европе, среди женщин уровень выживаемости чуть лучше. И в конце несколько слов о значении школы онкологов ВОЗ-МАИР значение трудно переоценить, потому что надеемся, что в следующем томе будут перечислены территории. И самое главное, что во время проведения школы, и, Надя не даст мне соврать, показали наши врачи, которые отвечают за формирование регистров, показали достаточно высокий уровень. они справились со многими задачами, которые перед ними ставили, и по первичным множественным опухолям, и по тем другим задачам, которые были. А я сейчас вам показываю, просто мы издали целый ряд монографий, во-первых, так, как это положено по международным стандартам, это выживаемость онкологических больных, первое издание, двухтомник, второе издание. Вот, теперь у нас было в 2011 году двухтомник онкологической статистики, это первый том, это второй том. В прошлом году в Германии было, так сказать, дополнительное издание этой книги, вот эта первая часть, это вторая. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ